Спецбригада реанимации Павла Козлова только что вернулась с выезда. Женщину с сильным отравлением срочно доставили в больницу Середавина. После снятия интоксикации отвезли в Пироговку. За сутки у команды бывает до 15 вызовов. Специфика не для слабонервных. ДТП, ранения, инфаркты. Порой счет идет на секунды. Тяжелым пациентам важно оказать помощь быстро и правильно. Все действия отработаны. Там нет ни потери времени на объяснение причины, на включение аппаратуры. Каждый член бригады знает, где что лежит, как это работает. Мы как последняя инстанция, и мы понимаем, что только мы, только здесь и сейчас, права на ошибку нет. В Самарской службе скорой помощи сейчас работают около 900 сотрудников. Всего порядка 80 бригад из врачей, фельдшеров и водителей. Каждый день они спасают чью-то жизнь. Сейчас у профессионалов очередной вызов. Они находятся на передовой борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Бригады учатся работать с новым коронавирусным. Экипируются соответствующим образом, чего раньше не было. Средства защиты одевают. Включают бактерицидную лампу при транспортировке пациента в машине непосредственно. Ну и, соответственно, работают, ориентируясь на клинику, эпидемиологический анамнез, когда уже общаются непосредственно с пациентом. Поздравить с профессиональным праздником сотрудников скорой приехал губернатор Дмитрий Азаров. Диспетчеры под станцией номер один на боевом посту. Сутки в среднем принимают тысячу звонков, а все бригады на выездах. Глава региона обратился к медперсоналу по специальной радиосвязи. Я от всей души хочу вам пожелать в первую очередь здоровья. Здоровья вам и вашим родным, близким людям. Вы находитесь на передовой и, конечно, рискуете больше, чем кто-либо другой. Делайте это во имя и во благо здоровья людей, всех жителей Самарской области. Я поздравляю вас с праздником. Еще раз здоровья, благополучия, мира и добра вам и вашим семьям. Спасибо! Обратные связи. Спасибо. Даже в период режима ограничений работники скорой несут круглосуточную вахту. Ведь кому-то всегда нужна их первая помощь. Сергей Павлов, Роман Апарин, Новости губернии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok